Всем привет! Меня зовут Антон Герасимюк и сегодняшний мой доклад вновь посвящен оптимизации скорости загрузки страниц. Если среди вас есть те, кто хотел услышать меня что-то про композит, никуда не уходите, в конце доклада для вас будет приятный бонус. В прошлых релизах мы выпустили отличный инструмент под названием скорость сайта, с помощью которого вы можете наглядно видеть, как быстро или как медленно ваши клиенты грузят странички. Причем не просто видеть, а видеть их глазами, потому что замеряем мы на клиентской стороне. JavaScript, встроенный страничку, на каждом клиенте сделает замер и посчитает среднее. Поэтому, когда мы говорим, ускорение сайта ускоряет сайт или нет, ответ вот здесь. Вообще это и для нас система контроля, потому что мы через нее находим всякие ошибки. Придяните, пожалуйста, руки, кто вообще пользуется данным инструментом и в принципе занимается оптимизацией скорости загрузки страниц. Ну круто, больше половины зала этим занимаются, молодцы. И у меня на прошлой партнерке был специальный доклад по этой теме, и ничего не предвещало к ней вернуться вновь, как внезапно Google 21 апреля поменял алгоритм ранжирования поисковой выдачи для мобильных устройств. Многие из вас получили вот такие вот письма, говорящие о том, что ваш сайт не оптимизирован под мобильные устройства. И как результат, после 21 апреля на сайтах, которые не были оптимизированы, стал падать поисковый трафик с Гугла. Это вот сделан скриншот с такого реального сайта. Что предлагает Google для решения этой проблемы? Google предлагает нам три инструмента. Первый инструмент и основной инструмент называется Mobile Friendly Test. Это основной инструмент, которым Google определяет, оптимизировал наш сайт под мобильные устройства или не оптимизировал. Он проверяет четыре вещи. Первый он проверяет установленный метатег Viewport. Это тег, который говорит, каким образом страничка должна масштабироваться под разрешение мобильного устройства. Второй он проверяет размеры шрифтов, они должны быть читаемыми. Третий он определяет размеры активных элементов, то есть те элементы, на которые можно нажать, и расстояние между ними. Выглядит это отдельным сервисом. На него можно зайти, вбить адрес странички, и он выдаст вам замечание или скажет все отлично, как вот в моем скриншоте. Третий инструмент встроен в Google Webmaster Tools. Это тот же самый тест, но здесь Google уже сам обойдет все ваши странички. Он где-то это делает раз в три дня и укажет, какие недочеты, про которые я сказал, где какие элементы маленькие, где шрифты неудачно сделаны. Все вам отлично в табличке покажет, и вы найдете эти страницы. Даже если ваш сайт оптимизирован под мобильные устройства, скорее всего, вы провалите этот тест, потому что на многих сайтах под Bittrex есть вот такого вот вида файл robust.xt, в котором запрещена индексация папки, запрещена индексация адресов, начинающихся со slash Bittrex. А как вы все знаете, у нас там находятся CSS, картинки, дживоскрипты. И когда Googlebot зайдет на ваш сайт, он увидит этот файлик и не скачает эти ресурсы. В результате он вам вот на этой страничке покажет ваш сайт без дизайна и скажет, что тест провален. Но это очень легко правится, достаточно эти все адреса разрешить, и вы пройдете тест. Третий инструмент называется Google PageSpeed Insights. Это больше вспомогательный инструмент. Основная цель его – это показать вам, какие у вас ошибки есть по оптимизации страницы, для того, чтобы пользователю максимально быстро показался первый экран сайта. Делает он замеры двумя способами. Сначала с помощью мобильного юзер-агента, затем с помощью десктопного юзер-агента. И выводит количество баллов от 0 до 100. Давайте посмотрим, как это выглядит вживую. Я предварительно для демонстрации установил наше новое решение, интернет-магазин, про которое рассказывал Вадим. Он уже сверстан на бутстрэпе, с адаптивной версткой, естественно, на композите. Вот этот тест. Вбиваем ссылочку и анализируем. Второй тест имеет примерно такой же интерфейс. Давайте посмотрим сейчас по первому тесту, что оно покажет. Как я уже сказал, обязательно посмотрите robots.txt, потому что 100% вы его не пройдете из-за того, что все запрещено. Ну, ладно, дождемся позже. Давайте по PageSpeed Insights. В принципе, у нас здесь неплохой результат получился. Для десктопа 90, для мобильных 75. Зеленой зоны является 85. И давайте вот заметим здесь очень интересные рекомендации, особенно то, что он показывает в первую очередь. Говорит, удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение. Действительно, все, что у нас находится в теге head, внешний ресурс, они все блокируют рендеринг страницы. То есть, чтобы браузер отобразил страничку, ему предварительно нужно это все скачать. А в случае JavaScript еще и исполнить. Вот, у нас этот тест закончен. Ну, у нас здесь все красиво, потому что все на bootstrap, уже все протестировано. А вот этот тест не очень пройден. Давайте теперь посмотрим, что Bittrex предлагает нам для решения вот этих вот проблем, которые указал PageSpeed Insights. Сейчас я еще раз запущу презентацию. Нас очень долго просили сделать возможность перенести весь JavaScript вниз страницы. И, наконец, у нас это произошло. Появилась специальная галочка «Переместить весь JavaScript вниз страницы» в настройках главного модуля. Что делает эта галочка? Эта галочка находит все элементы скрипт-не скрипт на странице и перемещает их перед закрывающим тегом body. Причем делает это в той же самой последовательности, в которой они были изначально. И тем самым по нашей практике получается, что 95% страниц после такого переноса продолжают работать. Сразу возникает вопрос. А если мне какие-то определенные скрипты не нужно переносить, что делать? Для этого есть специальный атрибут «DataScapeMoving». Его можно указывать как для инлайновых скриптов, так и для внешних скриптов. Указываем атрибут, и этот тег не будет тронут. Поддержка композита, естественно, должна быть. Если у вас есть динамическая область вместе с заглушкой, и там, и там у вас есть некий инлайновый JavaScript, то здесь все работает как ожидается. JavaScript в заглушке уходит вниз, а JavaScript, который находился в динамике, придет вместе с композитным хитом. Как я уже сказал, большинство страниц у вас заработают, но некоторые не заработают. И вот какие есть нюансы. Поиск скриптов довольно-таки простой. Осуществляется по тегам «скрипт не скрипт», поэтому какие-то сложные конструкции, например, когда у вас скрипты находятся в HTML-комментариях, мы не обрабатываем. Это надо учесть. Ну и, конечно, замечательная конструкция «DocumentWrite», которую не рекомендуют использовать производители браузеров. Она выводит произвольное HTML в том месте, где была вызвана. Естественно, если мы этот JavaScript перенесем вниз, то этот HTML будет показан снизу, а не там, где мы вызвали этот метод. Поэтому в моем случае кнопка ВКонтакте покажется не там, где нужно. Это все нужно учитывать. Но здесь как решение перевести это все на HTML. Также есть удобные методы для включения и отключения этой галочки. То есть вы можете использоваться и включать, либо отключать этот режим для конкретной страницы или в рамках шаблона сайта. Так что здесь все очень гибко. Также возникает вопрос, а что будет с JavaScript, который находится в HTML-атрибутах? Например, в OneClick, в OneMouseOver и так далее. И вообще будет ли работать такая страница, когда у нас JavaScript остался в атрибутах, а все остальное мы перенесли вниз? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять один момент. К моменту, когда начнутся загружаться скрипты, которые находятся снизу, вашему пользователю уже отобразится страница. Мы, собственно, туда их и переносили для того, чтобы пользователь увидел быстро картинку. И здесь возникает два варианта. Если пользователь кликает на этот блок раньше, чем загружается файл lib.js, то будет JavaScript exception. Пользователь он не увидит, потому что он увидится к консоли, но при этом он кликнет и ничего не произойдет. После того, как этот скрипт загрузится, он кликнет повторно, все отработает. Если изначально у вас загрузился lib.js очень быстро, либо он взялся из кэша, то все будет работать. Вы мне, конечно, скажете, что JavaScript в атрибутах это вообще очень плохой код, потому что смешивается верстка и JavaScript, плюс можно навесить только один обработчик, нужно использовать адевент-листнера. Ну вот я переписал этот же пример на jQuery. Тут надо понимать, что когда мы используем jQuery, либо функции нашей библиотеки BX, мы навешиваем обработчики на событие DOM content loaded. А это событие происходит только после того, как у вас все JavaScript страницы загрузятся и выполнятся. То есть пока самый последний скрипт не отработает, не загрузится, это событие не произойдет. Поэтому в этом случае, даже если мы избавились от онклика в HTML, все равно есть проблема с юзабилити. Клиент заходит, видит картинку, к этому моменту еще, к примеру, скрипты не загрузились, он кликает и ничего не происходит. Что здесь можно сделать? Есть несколько вариантов. Либо вы ничего не делаете, у вас все быстро грузится, и вероятность такого события очень маленькая, поэтому вы не обращаете внимания. Либо вы делаете какую-то альтернативу пользователю, когда он жмет, показывается либо loading, либо переход на другую страницу. Либо можно воспользоваться старым методом, который мы применяли в 2000-х, когда обращались к дому еще до того, как произойдет событие дом-content loaded. Естественно, с каким-то фоллбэком, что если элемент есть, вешаем обработчик, если элемента нет, то уже его вызываем на дом-content loaded. Далее. Ну, с JavaScript вроде как разобрались. Что с CSS? CSS тоже у нас блокирует рендеринг, но если мы уберем, то человек увидит ценницу без дизайна. Google нам предлагает поместить CSS инлайново, прямо, ну, с помощью тегов style, прямо в страничку. Но говорит, делайте только для маленьких CSS. А что значит маленький CSS? Как определить, когда можно весь CSS внедрить или когда нельзя? Для этого нужно посмотреть немножко на протокол TCP, а именно понятие медленный старт, при котором сервер никогда не отдает клиенту максимальное количество пакетов, когда клиенту запрашивают какой-то ресурс. Он всегда отдает какой-то минимальный набор или начальный набор пакетов. Дожидается их подтверждения от клиента, а затем вновь посылает следующий пакет уже в двойном размере. И так до максимума. Это начальное количество пакетов называется Initial Congestion Window. И в современных линуксах оно равно 10. То есть 10 пакетов сервер может отдать за первый раунд-трип. В старых линуксах до 2013 года это значение вообще равно 4. И в итоге получается, что идеальная ситуация это какая? Что сервер отдает страничку за один раунд-трип, а за один раунд-трип он может отдать 10 пакетов. Каждый пакет это примерно 1,4 килобайта. То есть в итоге получаем, что идеальная страница, ну естественно джизипованная, весит 14,6 килобайт. Хотя сам Google, в принципе, если у вас большой размер страницы, он вам скажет, что очень много раунд-трипов требуется для того, чтобы его скачать. И для него максимум 2 раунд-трипа допустимо в анализе Google PageSpeed. Поэтому из всего вышесказанного у вас две альтернативы. Либо вы оставляете CSS как есть во внешнем файле. Да, он заблокирует на первом хите, но зато на вторых хитах из-за того, что у нас есть HTML кэширование, браузер будет брать этот ресурс из кэша. Либо вы вставляете инлайн-ово. При этом я сразу рекомендую его минифицировать. Плюс проанализировать селекторы, которые вы не используете. Если вы используете Bootstrap, скорее всего, вы не используете и половину всех селекторов, которые там есть. Поэтому его нужно почистить. Для этого есть хороший инструмент в Google Chrome Div Tools, во вкладке аудит, который покажет вам селекторы, которые не используются. Если все-таки после этого у вас очень большой CSS, вы можете приступить следующим образом. выделить отдельно CSS, который отвечает за первый экран, вставить его инлайн-ово, а весь остальной CSS выделить в файл и подгрузить его с помощью джаваскрипта. Потому что, в принципе, это логично. И с точки зрения Гугла очень важно максимально быстро показать первый экран пользователю. А второй уже после этого догрузится. Ну, либо еще один вариант – это увеличить значение Initial Congestion Window. Мы, например, на Bittrex 24 его поставили в 20. Для того, чтобы у нас все ресурсы в виде CSS от джаваскрипта за один раунд-трип приходили пользователю. Далее. Что у нас еще появилось? Появилась галочка «Подключить минифицированные файлы». Что это значит? Это значит, что если в папке, где находятся CSS-файлы и JavaScript-файлы, находятся одноименные файлы ноу-суффикса min, то они будут подключены вместо оригиналов. Но здесь такой момент, что обязательно проверяется при этом подключении дата изменения оригинального файла. Если она больше, чем дата изменения минифицирована, то будет подключен оригинал. Ну, потому что он более актуальный. По поводу картинок. Очень интересная особенность у Google PageSpeed. Он, в принципе, этот тест постоянно развивается. Может, они это исправят, но я заметил такую особенность. Очень много очков он может снизить за большие картинки, которые показываются в маленьком размере. На примере с интернет-магазином мы загрузили… У нас были еще шаблоны на этапе разработки. Мы загрузили три больших картинки по 1000 пикселей и отобразили их в контейнере в 200. Мы получили минус 30 баллов. У нас было по 60. Поэтому на это очень стоит обращать внимание. Ну, по оптимизации картинок, я думаю, всем понятно, что нужно использовать специальные инструменты для их сжатия. Кроме этого, сам Google PageSpeed, когда вы пройдете тест, он вам даст ссылку для того, чтобы можно было скачать все ресурсы с вашего сайта, которые он уже минифицировал. То есть ничего делать не надо. Вот этими средствами можно пользоваться, но можно и воспользоваться удобным инструментом, который встроен прямо в тест. Спрайты B64. Я думаю, тут все ясно. Но если вам и этим всем лень заниматься, у нас появилась супер галочка в CDN, это оптимизировать ресурсы. Когда вы включаете CDN, ваши картинки, CSS ресурсы, JavaScript ресурсы грузятся со стороннего сайта. После включения этой галочки, они кроме того, что оттуда будут грузиться, они еще там будут сжиматься. Происходит минификация JavaScript, CSS и сжимаются картинки. Немаловажной особенностью здесь в новом CDN является поддержка TLS. Как вы помните, у нас в композите была проблема с HTTPS. Именно из-за CDN, потому что мы его не поддерживали и там возникала перезапись кэша. Теперь у нас такой проблемы нет. Ну и напоследок, еще несколько оптимизаций, естественное сжатие, это просто обязательно, потому что, как я уже сказал, вы напретесь на медленный старт. У вас будет гигантского размера страницы в нескольких сотен килобайт, и Google вам об этом обязательно скажет. Поэтому если вы не можете настроить сервер, у нас есть встроенный модуль для этого. HTTP кэширования применяем, заголовки экспайры, последняя модификация. Если вы используете нашу виртуальную машину, первые эти два пункта уже там автоматически настроены. Также смотрим на время ответа от сервера. Здесь вам в помощь модуль производительности, композит. Google считает, что сервер должен ответить не менее чем за 200 миллисекунд. 200. Если больше, то это уже считается плохо. Он рассмышляет, ведь он вместе с транспортом, да? То есть с его точки зрения, от момента, как он дернул, ему должен поступить за 200 миллисекунд отклик? Нет, это он считает после того, как установлено TCP соединение, и после того, как он сделал HTTP запрос, он ждет, когда он получит первый байт. То есть это вот и есть время ответа от сервера. Послал запрос и получил первый байт. И вот мы подошли к бонусному слайду для тех, кто любит композит. Я сделал специальное расширение для Google Chrome для того, чтобы можно было удобно тестировать сайты на композите. Что умеет это расширение? Во-первых, оно показывает иконку в адресной строке, если текущий сайт, ну текущая страничка отдалась к композитному с кэша. То есть не нужно мотать вниз, искать кнопку быстро с 1S Bittrex. Сразу будет видно, что сайт на композите. Второй немаловажный момент. Это расширение покажет, изменялся ли кэш на композитном хите. Там появится такая звездочка. Очень удобно использовать, когда вы ходите на страничку постоянно и видите, что у вас горит звездочка. Это значит, что на каждом хите перезаписывается кэш. То есть вы должны, ну это сразу звоночек, что у вас что-то нехорошо, и нужно посмотреть страничку и определить, что перезаписывает кэш. Надо было красненько сделать звездочку. Красненько есть. Красненько есть, и это ошибки. То есть это расширение даже может определить ошибки следующего вида. Если у вас был композитный аяксовый запрос, и он, к примеру, оборвался, или вместо нормального результата пришла какая-то ерунда, он это все покажет. Либо даже если у вас в композитном кэше каким-то образом пропал дживоскрипт, который делает этот аяксовый хит, он тоже это покажет. Это расширение пока еще на уровне беты, но оно уже доступно в магазине для Google Chrome, так что скачивайте. Может, я это выложу где-нибудь на GitHub, и вы сможете улучшить его, дополнить какими-то новыми фичами. Может, мы когда-нибудь сможем отключить кнопку обязательности быстро с 1S Bittrex? Это хороший вариант. Ну и чтобы подытожить в итоге, что нам нужно для победы над Google и над скоростью сайта? Во-первых, чтобы победить нам Mobile Friendly Test, из-за которого Google понижает поисковую выдачу, нам нужна адаптивная верстка. Здесь у вас три варианта. Либо с помощью медиа-выражения это все делаем, либо делаем отдельный домен, например, m.vashsite, либо третий вариант – это по юзерагенту выдаем разное HTML. Сам Google предпочитает адаптивную верстку, ну и в принципе она проще реализуется, чем отдельный домен, отдельный сайт. Это довольно-таки очень тяжело. И обязательно смотрим на robots.txt, потому что мы сами на него попались. Чтобы удовлетворить Google Patient Sites, ну здесь нужно включать больше голову и понимать, как это все работает и как добиться высоких показателей для клиентов, а не для этого теста. Здесь обращаем, естественно, на блокировку ресурсами, которые находятся в хеде, на размер страницы, на размер внешних ресурсов, то есть все, что можно сжать, сжимаем, и на время ответа от сервера. Здесь композит вам всегда в помощь. И третий инструмент – это вам нужен Bittrex, в котором есть нужные галочки и композит. Спасибо за внимание. Вопросы? Коллеги, пожалуйста, вопросы. Спасибо. Здравствуйте. Хотел бы поговорить об одной важной вещи, которая, в принципе, не учтена в презентации. Это загрузка больших объектов на мобильных устройствах. Предположим, у нас главная страница сайта Bittrex, там баннер стоит с тремя слайдами, которые суммарно дают там полтора-два мегабайта. Если мы используем Bootstrap, есть класс Hidden Access, который скроет этот блок на мобильных устройствах. Но это не означает, что браузер не загрузит эти данные. Соответственно, при использовании стандартного Bootstrap мы вынуждаем все равно браузер грузить эти два лишних мегабайта. Хотелось бы их убрать. Соответственно, убрать их никак нельзя, потому что мы вынуждены как-то это хатомо вырезать. Что можно сделать? Можно при генерации страницы убрать этот блок в принципе, то есть на уровне Bittrex. Но на уровне Bittrex нет такого метода. К примеру, мы даже в Marketplace выпустили такое решение, где мы помечаем этот блок своими тегами и при генерации страницы его в принципе выбираем из HTML. Но такая есть проблема, что наше решение не работает с HTML кэшем и с композитом, соответственно. Что нужно? Нужно на уровне Bittrex метода для определения юзер-агента, по которому мы допустим какой-то в принципе прям весь компонент можем не выводить. Смотрите, это можно решить все на уровне верстки. Во-первых, допустим, есть особенность такая. тег image, который используется, у него особенность такая, что даже если он находится в скрытом блоке, браузер все равно загрузит картинку. Если у вас картинка грузится через background image и блок находится в скрытой, то картинка не будет загружена. Баннеры, любой большой контент, баннеры, видео. Плюс еще есть такая вещь, как SRC set. Слышали о такой вещи? Да. То есть эти все вещи нужно приносить на уровне верстки для того, чтобы браузер сам определит, какую из картинок показать. Я думаю, что это все нужно делать с помощью верстки и не нагружать. Слишком много нюансов с помощью верстки. Не все объекты вы все равно сможете на уровне верстки это сделать. К примеру, если бы в Bittrex.app добавили метод для определения, вы говорили на презентации об этом, метод для определения мобильного устройства, мы бы смогли по этому методу навешивать прямо на уровень компонентов какие-то вещи и просто не выдавать его мобильным юзерам. Сейчас такого нет. Я понял. Но я бы это все решал на уровне верстки, JavaScript, срс сетом. И сейчас даже новый продвигается элемент, называется picture, в котором можно будет указывать прямо условия, что вот эта картинка должна показаться, есть ли разрешение экрана такое-то. Вот эта картинка должна показаться, если у нас зашли с ретины с айфона и так далее. Сейчас пока слабая поддержка этого picture. Используйте срс сет, либо джооскриптом решайте. Подискутируйте. Потому что, опять же, если мы берем композит, мы не можем, вы предлагаете нам генерировать разные HTML, а это уже плохо. Спасибо. Воробьев Денис, IT-серв. Достался от коллег проект с настроенным композитом. Заглянули туда, процент композитных хитов 50 и объем кэш-композита 50 гигабайт. Вот прокомментируйте. Понятно, что, наверное, по второму однозначно надо работать, а по первому на типовом более-менее интернет-магазине 50% композита достаточно или нет. Комментарии нужны по цифрам. По-первых, скорее всего, там включена отладка, когда включена отладка и происходит перезапись кэша, предыдущий вариант кэша сохраняется. Соответственно, если был плохо настроен композит и происходит постоянная перезапись, и вот эта звездочка будет постоянно гореть, то будет накампливаться. Там можно указать лимиты, до которых это все будет расти. За этим, естественно, нужно следить. Как вариант, можно на MMKHD все вместо файлового кэша использовать MMKHD, тогда вы ограничите объем памяти и там будет работать алгоритм LRU и никакого уже такого варианта, когда ускончится дисковое пространство не будет. По магазину вот это новое решение нас поддерживает композит, то есть каталог, карточка, список работают под композиту. Когда идет какой-то поиск в виде фильтра, там уже работают просто страницы, но таких хитов их очень мало. А так все кэшерство получается, у нас большинство страниц под композитом и все работает быстро. Заказ, корзина, она не под композитом, конечно, потому что там индивидуальный контент. То есть не обязательно стремиться к 100% хитам. Нужно смотреть на конкретный сайт. И почему страница без композита? Да. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо, Антон. Спасибо. Спасибо.